Диана Астер против Настей Рыжек в Дрим Тиме. Маруся показала отрывок своей первой песни. Кто стал новым гостем на пушке? И зачем Артур, Аня и Даня поехали в Сочи? Всем привет, это каналок-блогер. И сейчас я расскажу самые последние новости о блогерах и трендах. Если тебе понравится ролик, поставь лайк и подпишись на канал с колокольчиком, мне будет очень приятно. Сегодня очень интересный выпуск, поэтому запасайся вкусняшками и обязательно досмотри этот ролик до конца. Погнали! Очередным тиктокером, кто планирует выпустить свой трек, стала Маруся. В детстве она занималась в музыкальной школе и даже какое-то время посвятила вокалу. Но позже забросила это хобби и хочет сейчас восполнить его в своём творчестве. Маруся выложила кусочек первой песни в истории, чтобы его заценили подписчики. Первый вопрос, который возник у меня, точно ли это её голос. Так как текст не совсем понятен и подача совершенно не похожа на её стиль. Но чуть позже Маруся решила зачитать этот кусочек вживую. Подписчики начали хейтить девушку, так как думают, что в треке слишком много автотюна. Маруся на это ответил, что всем сначала стоит услышать песню целиком, а потом уже делать выводы. В треке будет смена голоса и поэтому он точно всех удивит. А какое у вас первое впечатление от отрывка трека Маруся? Напишите в комментарии. Ютуб-канал Пушка продолжает выпускать интервью с популярными блогерами. В этот раз они пригласили к себе Сашу Спилберг и поговорили о её жизненном пути и чем она сейчас в целом занимается. Если кто-то не знаком с творчеством Саши, она является одним из самых первых блогеров в России так называемой старой школы. А своё первое видео она выложила почти 8 лет назад. Короче, просто легенда. И интервью наверняка получится интересным. Также не забываем, что на Пушке должно было выйти интервью с Аней Покров. Надеюсь, что с ним всё хорошо и оно в итоге выйдет. Вчера Даня Милохин, Артур Бабич и Аня Покров решили неожиданно поехать в Сочи. Ночью они собрали чемоданы и отправились всем трио на море. Девочки, мы летим в Сочи. В Сочи мы сейчас летим с молодым моим человеком, а в Сочи летим. Там какая-то шумана стоит. Летим в Сочи отдыхать с пупсиком. Мы сейчас начать петь золотая чаша золотая. Золотая чаша золотая. Золотая чаша золотая. Рецепт. Ребята, ура, мы прилетели в Сочи. Там уже пальмы. Вам не жарко, пацаны? Столб-рест. Даже мне жарко. Короче, круто. Так, ну что, мы уже приехали в Сочи. Сейчас будем заселяться в наш отельчик. Вы посмотрите, там море. Я на нем 12 лет не был. Ребята, ай-яй-яй. Самые внимательные заметили, что в том же отеле, который показал Артур, в данный момент живет команда XO Team и снимает свое реалити-шоу. Оказалось, что это не случайность, а ребят позвали в гости, чтобы посниматься вместе и весело провести время. Также Мишель и Тим из XO должны были встретить ребят с самолета, но произошло забавное недопонимание. Рассказываю историю. Мы должны были поехать за ребятами из Dream Team, за Даней, Артуром и Аней в аэропорт, потому что они к нам приехали в гости. И мы встали в 7 утра, я уже в 6 проснулась, и выехали. А оказывается, ребята не знали, что мы за ними приедем. И сели в такси, и уехали. Мы приехали заедать свое горе в Мак. И сейчас поедем к ним в отель. Вот такое вот утро хорошее. В эту блогерскую кампанию под солнцем решил еще залететь Роулия. За день до этого он написал в истории, что планирует сделать спонтанный поступок. И той же ночью полетел к ребятам, чтобы сделать сюрприз Мишель. Как бы вот такой вот сюрприз, спонтанное решение. Давай тебе вот так ударю. Это было оно. Давай сюда, погоняйся, погоняйся. Что ты хочешь мне сделать? Полицию. Давай себе лучше. В целом, ребята очень хорошо сдружились и весело проводят время все вместе. Новую музыкальную композицию анонсировала Соня Слипи. У нее уже есть два достаточно успешных трека. Первый – дочка прокурора, который она записала еще во время нахождения в хайп-хаусе. И второй – это фит с ее парнем Никитой Златоустом. А вот и сниппет ее третьей песни. Как вам трек? Обязательно напиши свое мнение в комментарии. Диана Астер уже давно рассказывала, что в скором времени будет разрывать Ютуб интересным шоу, которое всем должно понравиться. Она создала канал и выложила первый выпуск, гостем которого стал Даня Милохин. Ребятам задавали различные школьные вопросы, и если они давали неправильный ответ, то им приходилось отвечать на каверзные вопросы. Например, Диана рассказала, что в своей внешности ей больше всего не нравится нос, и она планирует сделать пластику. А Даня признался, что поначалу завидовал Диане, так как у нее было больше всего подписчиков в Дрим Тиме. Но больше всех поразил ответ на вопрос, кого из участников Дрим Тима ребята не хотели бы видеть в команде. На что Диана рассказала про ненависть к Насте Рыжек. Есть ли в Дрим Тим участники, которых ты не хотела бы видеть в команде? Пау-пау-пау! Короче, с самого начала, у нас такое правило в доме, когда все участники за, мы берем нового участника. Если один человек против, то мы не берем нового участника. И была такая ситуация, когда мы обсуждали Настю Рыжек. Я была единственной, кто была против, но меня сломали, а ожидания не оправдались, поэтому мнение моего не изменилось. Нет. Я не даю балл, сорян. Подписчики были в шоке от этой истории, так как считали Дрим Тим самой дружелюбной командой. Девочки заметили негодование своих зрителей и пояснили, что видео было записано два месяца назад. И с того момента они уладили все конфликты и теперь хорошо общаются и дружат. Ребята, еще важная для вас новость. Этот выпуск был отснят два месяца назад. И тогда у нас с Рыжиком были вопросы. Но сейчас у нас все хорошо, мы вот... Да, мы сейчас дружим и уже все хорошо. Да, и даже снимаем вместе видео, общаемся и у нас все круто, поэтому... После этих слов я прям выдохнул. Ставь лайк, если ты тоже. Я уже рассказывал, что Аня Покров случайно проболталась о совместном треке с Бабичем, который они запишут в ближайшее время. Ребята не стали долго тянуть и уже два дня назад съездили на студию и поработали над новой песней. Новый трек нашей любимой парочки друзей выйдет уже в ближайший месяц, поэтому ждем с нетерпением его выхода. Вы наверняка уже много раз слышали историю, как Даня Милохин с небольшим количеством денег в кармане полетел из Анапы в Москву за своей мечтой. Вживую он был мало знаком с другими блогерами, а в столице России их концентрация просто зашкаливает. Одним из первых Даня помог освоиться в новом городе и поднять его блогерскую карьеру Олег Ликвидатор. Подписчики Олега задали ему вопрос, как же они познакомились. И вот что он рассказал. Это, наверное, самая интересная история из всех моих знакомств с тиктокером. Короче, он жил в Анапе, вот, и меня очень часто отмечали у него под видео, и меня это очень сильно бесило, потому что нет, я не покажу, что его изъя это я, вот. И потом я узнал, что он собирается ехать в Москву, вот, и написал ему, типа, и, как бы, давай поколадимся, давай, вот, похайпим, очень похожая фигня, мы еще не братья, ничего. Вот, и предложил ему жить у меня, так как я все время жил один, вот, он что-то там отказывался-то отказывался. И в итоге согласился, вот, и жили мы так примерно полгода вместе, вот. С самого начала я такой, типа, ну и странный паренек. Вот, потом очень быстро к этому привык, понял, что он просто максимально простой, и вот такой вот. Рахим все еще не может выпустить клип на свою песню Фэнди, но уже подготовил к выходу новые треки. Уже 25 сентября выйдет его новая композиция, сниппет которой он должен выложить уже сегодня. Будем ждать, какую пушку в этот раз приготовил Рахим. Надеюсь, что это не фит с Гамвестом, иначе их конфликт, это точно была просто пиар-акция. Не забудь заглянуть в мои паблики в инстаграм и вконтакте, там очень много свежих новостей, ссылочки есть в описании. Спасибо тебе за лайк и подписку, это реально мотивирует делать больше контента. Увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok